К моменту нашего приезда к больнице были стянуты с десяток скорых, столько же пожарных машин и сотни медиков, спасателей и полицейских. Они взяли периметр пожара в плотное оцепление. Спасатели продолжали тушить отделение, в котором содержались ветераны и лежачие больные. Очевидцы говорят, что огонь распространялся очень быстро. Эвакуацию проводили в большой спешке. Мы помогали тушить этот вот пожар. Потом я вспомнила, что тут есть калитка, я забежала сюда. Потом я смотрела, тут был очень большой пожар. И тут выносили больных, ну как в пледах каких-то, которые не могли ходить. Там есть больница, вот, прям за забором. И туда, получается, куски летели. И чтобы не загорелась другая больница, мы ходили, ведра таскали и тушили куски большие. Увы, спасти все 57 человек, которые находились в отделении, не удалось. На месте погибли четверо. Среди них санитарка, которая выносила из огня больных. Родные Юлии Никитиной говорят, что она пожертвовала собой, тогда как остальные коллеги ей не помогли. Она вытащила 53 человека на себе и осталась там, гореть. Потому что она была дежурная медсестра. Нам никто даже не позвонил. Нам позвонили вообще посторонние люди. Заведующее отделение даже соболезнования не дал, ничего не спросил. Может, какая-то помощь, что вам надо? Абсолютно. Почему медсестры, санитарки, которые с ней были, были не в трезвом состоянии? Они были не в трезвом состоянии, я их сама вчера видела. Потому что я стояла вот здесь, меня просто туда не пускали, я ездила на опознание. Несколько позже еще два пациента скончались в реанимации. Все погибшие отравились угарным газом. Выяснилось, что пожар начался в помещении для сушки белья. Там находились матрасы, и после их возгорания огонь перебросился на обшивку и деревянные перекрытия здания отделения. Пожар охватил 500 квадратных метров. В больнице заявили, что пожарная сигнализация была, равно как и огнеупорная обработка деревянных покрытий. К слову, сигнализация продолжала работать и после тушения. Пожарная сигнализация там сейчас была установлена. Акт приемки передачи этой пожарной сигнализации. То есть буквально вот сейчас на днях эта пожарная сигнализация была новая установлена. Ее приняли на баланс больницы. Обрабатывались все деревянные покрытия в отделении. То есть крыша, чердаки, которые имеют деревянные покрытия, были обработаны. И согласно регламенту их работ были противогневыми растворами. Эвакуация осложнялась тем, что пациенты – возрастные люди, страдающие слабоумием. К тому же часть из них не могли ходить самостоятельно. Во время пожара трое больных сбежали, но их оперативно нашли на территории учреждения. Остальных выживших разместили в других больницах города. 23 часам 19 минутам пожар потушили. Для этого привлекли значительные силы ГСЧС. Всего было задеяно 12 одиниц пожарно-рятувальной техники и 57 человек особого склада. Пожарка была локализована на площади 500 квадратов и ликвидована также на такие площади. Основной удар по приему пострадавших приняла на себя 11 больница. Туда доставили сразу четверых пациентов в психлечебнице. На момент поступления двое пациентов, мужчина и женщина, были в критическом состоянии. К сожалению, реанимационные мероприятия не уменьшались успехом. Пациенты погибли. Двое женщин, которые на сегодняшний день лежат в реанимационном отделении, стабильные. У нас было обращение только заведующего отделением, у которого гипертонический криз. Мы его оккупировали в приемном отделении, оказали всю необходимую помощь. От специализации он отказался и ушел дальше на работу. На следующее утро в облгосадминистрации прошло внеочередное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности. Там сообщили, что всего пострадавших четверо. Трое тяжелых, один средней тяжести. Все отравились угарным газом. Вероятная причина пожара – поджог. Кто-то мог занести огонь снаружи. А в прокуратуре тем временем намерены проверить, как заключался договор с подрядчиком на установку сигнализации. По словам прокурора, ранее инспекторы ГСЧС уже выносили предписания на устранение нарушений, но в больнице их выполнили не полностью. Кто в этом виноват, будут выяснять. Также стало известно, что одна из жертв умерла незадолго до начала пожара. Смерть приблизительно наступила где-то в 20 или в 21 часу. То есть, как мы видим, еще до начала возгорания в этом отделе. В соответствии с промежной выяснений, который сообщил эксперт, у него был гнойный перитонит и проблемы с желудком. Пока правоохранители и эксперты устанавливают точную причину пожара и возможных виновников трагедии, в обл. госадминистрации решили объявить траур и помочь семьям пострадавших и погибших. Нами принято решение объявить завтра, 12 июня, днем траура в Одесской области. Нами принято решение выделить всем семьям погибших по 100 тысяч гривен, пострадавшим по 50. По словам Сергея Парашенко, ситуация находится на личном контроле Владимира Зеленского, который неоднократно звонил ночью и требовал детального отчета по действиям всех служб. Телеканал «Репортер» выражает свои искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, Телеканал «Репортер». Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, Телеканал «Репортер»